Добрый день, друзья мои. Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска. Славного еще и тем теперь, что Смоленщина становится притягательной не только... Да и Россия, Россия, будем так говорить, становится притягательной не только для иностранцев, таких как азербайджанцы, таджики, туркмены и граждане других национальностей и других государств, но и для граждан с темной кожей. В Америке, например, не принято говорить негры, а говорят латиноамериканцы. Так вот, здесь африканцы, а я буду говорить африканцы, то есть представители государств, расположенных на африканском континенте, были задержаны на Смоленщине. Вот на днях в Монастырщинском районе. Почему в Монастырщинском? Потому что там ведут дороги из Белоруссии, из города Горки, через Понизовье, Монастырщину и дальше пошло, так сказать, на Москву, на Смоленске, на Москву, а через Хиславический район, не, вообще-то тоже через Монастырщинский район, через Любавичи, можно проехать в Мстиславль, прекрасный город белорусский. Так вот, откуда три машины этих появились с представителями африканского континента, набитые представители Америка. Почему набитые? Потому что в каждой машине ехало по четыре темнокожих представителя Африки, то есть всего двенадцать. Вот мне вспомнилась Агата Кристи с ее десятью негритятами, потом какая-то считалочка была про десять негритят, детская считалочка, ну и так далее. А здесь двенадцать, дюжина, дюжина целая, без документов, удостоверяющих личность. Что самое интересное, задержаны пограничниками, чтобы вы все знали, Смоленщина пограничная область, и с этим здесь есть, не знаю какой по мощности, но не такой уж большой пограничный отряд. Они не стоят, значит, не несут службу на границе с собаками, с пограничными, значит, они не патрулируют там, на границе с какими-то милитаристскими государствами или со странами НАТО, они патрулируют, значит, участки границы, отведенные им, но они бдительно несут службу. И, как видим, значит, они здесь проявили эту самую бдительность пограничную. Они задержали этих представителей Африканской республики, которые, как оказывается, транзитом через Смоленщину следовали в Москву. Что они там хотели, значит? Может быть, они как шаман этот якутский, который сейчас запихнули в психушку, несмотря на то, что он инвалид первой группы, у него, значит, кусок печенки вырезан, его там всякими лекарствами травят, психотропными и так далее, и тому подобное. И он взывает к мировой общественности за помощью. Он шел в Москву, как он сам говорит, значит, решать вопрос с президентом, с нашим, решать вопрос с президентом. Я не знаю, значит, 112 темнокожих граждан из Африки собирались решать с нашим президентом, но они говорят, что ехали в Москву. Зачем? Остается только догадываться. Как они намеревались без документов? А, значит, я не знаю, а на машину у них были документы или нет? Там же хотя бы водительское удостоверение какое-то должно быть с фотографией. И во многих странах, значит, водительское удостоверение – это полноценный заменитель паспорта. Вот. Ну, тем не менее, значит, на них составлены соответствующие административные документы, и они переданы в руки полиции. Полиция дальше будет решать вопрос. Значит, их, видимо, повестят в спецприемник. Есть такой, значит, и на базе, кажется, я не знаю, там ли осталось, на базе одного санатория, бывшего в советские времена санатория, существует вот этот спецприемник для иностранных, значит, граждан, задержанных вот за такие административные правонарушения. И потом выделяют деньги, бюджет, и их выдворяют за пределы России. Значит, позволят ли им, значит, на этих машинах опять выдворяться, или машины конфискуют, я не могу сказать, потому что это совсем другие отношения. позволят ли им проследовать, или же их сопроводят на машинах с мигалками до границы, а до какой границы, опять в Белоруссию. А Лукашенко скажет, да идите вы со своими африканцами, значит, подальше куда, куда их. Ну, значит, нашим доблестным правоохранителям виднее, виднее, как поступать. У них есть соответствующие инструкции. Мы можем только гадать. Вот такое происшествие. Ну, уже отрадно, что, значит, что кто-то считает, что Россия, в России жить лучше, может быть, чем на африканском континенте. Значит, мы здесь, правда, бананы покупаем, ананасы, ну, и прочие, значит, киви, и прочие вещи. А у них это, так сказать, на улицах растет, и можно залезть на банановую пальму и сбросить связку бананов вниз. То есть, с едой проблема решена, значит. У нас, как говорится, ни пальм, ни бананов. Бананы в магазине, правда, они дешевле порой нашей картошки. Сейчас уже овощи стали дороже бананов. Ладно. Еще две отрадные... Ну, это, я не знаю, отрадная новость или нет, что к нам, значит, уже по 12 африканцев, значит, за раз заезжают. Было бы отрадно, если бы с документами, так сказать, и фермерствовать тут стали, может, выращивать, так сказать, те самые пальмы банановые. Вот. Кстати, я знаю, что до революции у нас в Талашкине, вот эта вотчина, так сказать, княгини Тенишевой, князии Тенишевых, были парники, даже не парники, а как они там назывались, потому что они были высотой с двух- или трехэтажный дом, застекленные, и отапливались печами. И там выращивали, значит, для себя и для царского двора, говорят даже, выращивались экзотические фрукты. Бананы, ананасы, ну, и лимоны, апельсины, мандарины и так далее, и тому подобное. И под водами отправлялись в Первопрестольную, к царскому столу, даже зимой. Это, к слову сказать, я это из первоисточника, знаю от человека, который там родился и вырос. В Смоленске сегодня, 22 октября, будут избирать нового председателя городского совета, Малянского городского совета, руководителя городского совета. В этот же день сегодня прекратятся полномочия Виктории Макаровой. Виктории Макаровой, которая, как говорится, без отрыва от производства, а она главный врач детской областной больницы, медик, причем деток наших лечит, лечила и лечит. Так вот, она даже без отрыва от этой своей должности, от этой работы основной, занималась руководством городским советом. Тяжкий труд, тяжелейший труд. Она и так маленькая, миниатюрненькая, а тут, так сказать, совсем от этих хлопот чахнуть начала. Ну вот, но сейчас, так сказать, ей оказали еще большее доверие. Сейчас она будет вот одновременно с уходом с этого кресла, она садится в кресло вице-губернатора. Я не знаю, это у него уже 11 заместителей у Островского Алексея. Это будет или 12-й, или же она заменит как у одного из действующих, действовавших, будем так говорить, вице-губернатора, заместителей, так сказать. Вот, посмотрим. Значит, она будет курировать, я сказал, уже знакомую ей до боли отрасль здравоохранения областного. Вот, это ну а ее кресло в Урсовете кто-то из действующих депутатов говорят, что и кто-то из единороссов тоже займет. Один из депутатов единороссов. А новым сенатором от Смолянской области, от Смолянской областной думы, ну, от области, я считаю, потому что от думы, да, потому что дума выдвигает в данном случае. Одного сенатора выдвигает вроде бы губернатора, насколько я в курсе, а от второго сенатора два сенатора всего от каждого региона. Вот, сидит в верхней палате. Вот, вот нашей областной думы будет Ирина Кожанова. Выглядит великолепно, точеная фигурка, но куда денешься, она мастер спорта по художественной гимнастике, причем она, значит, как бы ни на секунду, ни на день, ни на час не оставляла свои занятия физической культурой и спортом, так сказать. Благодаря ей множество соревнований проводятся, детки у нее тоже спортивные, я не знаю, сколько их у нее, ну, дай бог, чтобы было много, столько, сколько у Островского заместителей, целая футбольная команда. Ну, так вот, ее кандидатура вчера поддержана была на очередном заседании нашего регионального парламента. Ну, сломаешь, так сказать, губерния, парламент, значит, министр какой-то здравоохранения области. Все, так сказать, перемешалось в доме облонских или балконских, уже забыл чьем, в нашем российском доме, который у нас здесь, в зёпе, ой, в голове, слова стал путать. Ну, вот, так, в сентябре нынешнего года, вы знаете, ну, кто не знает, я докладываю, что досрочно были прекращены полномочия Сергея Леонова там в Сенате это от ЛДПР был у нас представитель, поскольку он был избран депутатом Государственной Думы, то есть он теперь с верхней палаты перекочевал в нижнюю палату парламента. Вот, ну, на заседании здесь вчера в Смоленске были вынесены две кандидатуры от фракции ЛДПР Ира, Ирина Кожанова от фракции КПРФ Андрей Шапошников ну, и по результатам тайного голосования абсолютное большинство, то есть победила Ира Кожанова, Ирина Кожанова. Таким образом, вы представляете, что у нас, значит, уже на вершине власти, значит, уже в Кремле там и в Сенате и в Думе у нас женщины идут у нас женщины смоляночки идут во власть, приходят на вершины этой власти. Вот, сразу я вам доложил о двух ротациях. А, значит, что еще хотел сказать? Ну, Ирина, значит, уже тут, так сказать, после того, как, после тренерской работы, после окончания Смоленского государственного института физической культуры и спорта и туризма, академия она у нас была в то время. Академию эту закончила, потом тренером была, а потом уже начала, значит, свою деятельность по линии ЛДПР. Помощником была у Ярослава Нилова, депутата, значит, потом она была депутатом горсовета, потом депутатом областной думы, и вот сейчас, значит, доросла вот до сенаторского кресла. Я думаю, что она может много чего полезного для Смоленщины еще, не еще, а сделать, уже сделать. Так, и второй сенатор, тоже вот наш от Смоленщины, тоже женщина, Нина Куликовских, вот, ее наделил полномочиями соответствующими губернатором Островский, там представляет Смоленщину, и она огромным авторитетом, непререкаемым авторитетом пользуется, поскольку она руководит всем поисковым движением в области, все эти поисково-спасательные отряды, поисковые отряды, отряды, значит, которые ищут захоронения времен Великой Отечественной войны, значит, помощь этим отрядам и материальная, и материальная, и техническая, она чрезвычайно энергична, она, как говорится, ради того, чем она занимается, лбом дверь любую вышибет, и никто от нее не укроется, я хочу сказать, что очень достойная Нина Куликовских кандидатура, и очень достойный сенатор, я думаю, значит, что она тоже достойно представляет нашу область, но нам надо не только представлять ее, так сказать, лицом своим, а девушки все, вы видите, я выставил специальные портреты, они прекрасны ликом, поскольку на Смоленщине у нас нет некрасивых женщин, а они самые красивые, я думаю, вот, но не за красивые глаза их направили, значит, на столь высокие посты, вот, я думаю, что они не только представительствовать будут, но и решать вопросы, которые волнуют, и проблемы, которые волнуют, и животрепещут на Смоленщине, волнуют смолян, вот так, друзья мои, с вами был Евгений Гордеев из славного города, героя Смоленска, ну, значит, мне обращаться вряд ли стоит, и вряд ли мне помогут, значит, и сенаторы наши, и депутаты, и вице-губернаторы, с тем, чтобы нормально функционировал мой приют КТВА-67, поэтому я к вам обращаюсь, значит, я назвал больших, так сказать, руководителей, но им не до кошек, им, а кое-кому и не до нас, поэтому я к вам обращаюсь, милые, дорогие, сердечные, добрые, милосердные, помогайте моему домашнему приюту КТВА-Се, для такой помощи, под каждым моим роликом имеются атрибуты, где значится телефон, привязанный туда-то, сюда-то, и я счастлив каждой пришедшей от вас копеечки, спасибо, друзья, всего вам всем доброго, пока. Продолжение следует...